Здравствуйте, ребята! Сегодня урок геометрии проведу у вас я, а зовут меня Наталья Васильевна. Тема у нас с вами – построение треугольника по трём элементам. Построение геометрических фигур – это одна из интереснейших задач геометрии. Как построить геометрическую фигуру при помощи циркуля и линейки безделений? Очень непросто. И сегодня мы с вами будем строить одну из геометрических фигур, а именно треугольник, потому что он часто встречается при решении задачи. И первую задачу, которую мы с вами рассмотрим, – это построение треугольника по двум сторонам и углу между ними. Итак, что же нам известно? Нам даны две стороны. Что это значит? Нам даны два отрезка – P1Q1 и P2Q2, а также угол HK, который должен быть заключен между сторонами. Итак, с чего же мы начнем решение задачи? Что мы умеем уже делать? Конечно, мы с вами это уже изучили в самом начале седьмого класса. Мы с вами рассмотрели элементарное построение с помощью циркуля и линейки. И, конечно, самое простое действие, которое мы с вами можем сделать – это построить угол равный данным. Для этого мы с вами проведем луч. И на самом деле мы его АУ. Затем мы возьмем ручку циркуля и построим окружность произвольного радиуса с центром в вершине угла. Не меняя раствор циркуля, мы проведем точно такую же окружность, но с центром в точке А. Затем обозначить точки пересечения окружности со сторонами угла, например, точками P и Q. Изменяем при помощи циркуля расстояние между этими точками. Затем ножку циркуля я поставлю в точку пересечения луча АУ с окружностью и приведем окружность данного радиуса. Теперь из точки А через точку пересечения двух окружностей мы приведем луч. Назовем его АИС. Что же теперь нам надо сделать? Ну, конечно, нам нужно построить точки В и С. Для этого мы измерим расстояние P1 к Q1 с помощью циркуля. И отложим лучи АХ точно такое же расстояние. Как отложить отрезок равнеданного? Я думаю, не помните. Итак, поставим точку В. И в нашем случае отрезок АВ равнеданного отрезка P1 к Q1. Теперь точно такую же операцию мы проделываем уже с отрезком P2 к Q2. Измеряем его. И от точки А, но и на луче АУ, откладываем это расстояние. И ставим точку С. Получили тренугольник? Конечно же нет. Нам осталось две точки В и С. С помощью линейки соединяем две точки. Получили тренугольник. А, В, С. Как говорят, он иском. Итак, докажем, что мы получили действительно тот тренугольник, который нам необходим. По построению отрезок АВ равен отрезку P1 к Q1. Отрезок АС равен отрезку P2 к Q2. И угол А равен углу Ашка. Это тоже по построению. Выходит, две стороны и угол между ними нашего треугольника равны двум сторонам углу между ними искомого треугольника. Значит, наши треугольники равны. Всегда ли задача имеет решение? И сколько решений имеет данная задача? Давайте с вами подумаем. Угол равный дамы. Не развернутый угол. Мы можем отложить всегда. Отрезок равный дамы. Тоже можем отложить единственным образом. Значит, задача имеет единственное решение. Итак, мы с вами построили треугольник по двум сторонам и углу между ними. Рассмотрим следующую задачу. Итак, следующую задачу мы будем строить треугольник по стороне и двум прилежащим к ней углам. Давайте подумаем, как же это сделать. Что же нам дам? Нам дам отрезок по и кю. И даны два. Мы видим в моем случае острых угла. H1, K1 и H2, K2. А нам нужно построить треугольник АВС. С чего мы начнем наше решение? Ну, конечно, уже отложим от точки А любой выбранной точки луч. А, X. Теперь наша задача на этом луче построить отрезок АВ равный отрезок ПQ. Измеряем с помощью циркуля расстояние ПQ. И отмечаем это же расстояние от точки А в старую точку В. Теперь мы должны от луча АВ отложить угол равный H1, K1. Мы помним, как это сделать. Ставим нож в циркуля в вершину угла и проводим окружность производного радиуса. То же самое проделываем из точки А. Получили окружность. Теперь измеряем расстояние между точками пересечения окружности и лучей того угла. И откладываем это же расстояние. Получили точку пересечения окружности. И из точки А проводим кучу. Назову его АУ. Итак, получается, что угол А и угол H1, K1 равны. Теперь мы отложим кучу А, угол равный круг, H2, K2. Проделываем все то же самое. Выбираем произвольный раствор циркуля. И проводим окружность. Другой измеряем расстояние между получившимися точками. И откладываем точно такое же расстояние здесь. Вот она наша точка пересечения. Теперь из точки. Через эту точку пересечения мы ведем кучу. К примеру, Б, З. Лучи А, У и Б, З пересеклись в точке, как раз нужной нам точке С. И мы получим три угла А, Б, С. Посмотрите, у нас отрезок А, Б и отрезок В равны. Угол А равен углу H1, K1. А угол В равен углу А2, K2. Выходят, наши треугольники равны по стороне и двум приближающим три угла. То есть мы получили искомый треугольник А, Б, С. Всегда или задача имеет решение? Ну, надо подумать. У нас углы с вами были острые. А что будет, если у нас углы будут тупые? Конечно же, мы не получим треугольник. Потому что сумма двух тупых углов будет больше 180 градусов. А значит, треугольника не будет. Во всех остальных случаях задача будет иметь единственное решение. И осталось нам смотреть третью задачу. То есть мы построили треугольник по двум сторонам и углу между ними. Мы построили треугольник по стороне и двум приближающим к ним углам. И как вы догадались, мы сможем построить треугольник по трём сторонам. Итак, что же нам даны? Нам даны три отрезка. П1, К1, П2, К2 и отрезок П3, К3. Как же построить треугольник? С чего начать? Понятное дело, углов у нас нет. Значит, мы должны построить одну из сторон. Строим произвольный луч. Ну, сначала в точке А. И на этом луче мы отложим отрезок АС равный отрезку П3, К3. Для этого все мы измеряем отрезок П3, К3. И на луче А точно такое же расстояние. Ставим точку С. Получили сторону АС. Как же построить точку Б, не зная ни одного из углов? Мы построим с вами две окружности. Одну с центром в точке А и радиуса П1, К1. И с центром в точке С радиуса П2, К2. Строим. Мы видим, что у нас получились две точки пересечения. Мы одну из них выбираем и называем точкой Б. Осталось соединить точки А, В и С, чтобы получился треугольник. Соединяем. Итак, мы имеем треугольник А, В, С. Докажем, что действительно он искомый. По построению отрезок АС равен отрезку П3, К3. Отрезок А, В равен отрезку П1, К1. Почему? Как вы думаете? Конечно же. Мы же строили окружность радиуса П1, К1. Значит, они точно равны. Аналогично отрезок ВС равен отрезку П2, К2. Выходит, наши треугольники равны по трём сторонам. И мы действительно получили искомый треугольник. Давайте подумаем. А всегда ли задача имеет решение? Здесь необходимо вспомнить неравенство треугольника. В чём же оно заключается? А неравенство треугольника нам говорит, что каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. Поэтому, если получится так, что один из отрезков будет равен или больше суммы двух других отрезков, значит, наша задача не будет иметь решение. Во всех остальных случаях задача имеет единственное решение.